МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационно-аналитическую программу «Время говорить». Сегодня по сложившейся уикендовской традиции мы подведем некоторые итоги уходящей недели, то есть составим дайджест ее событий, встреч, начальственных обещаний, народных ожиданий. Коротко о некоторых темах сегодняшней программы. День флага. Российский триколор отмечает свой праздник, развиваясь на государственных зданиях и трусах китайского производства. Куда бы рельсы, дети рязанцы интересуются, почему оставшиеся с 2010 года трамвайные рельсы до сих пор никто не убирает? Ответ получен. Спасская прокуратура направила в нашу редакцию официальный документ по поводу инфекционных заболеваний и соблюдения санитарных норм в детских лагерях отдыха. Будет сделано. Рязанское начальство пообещало к Новому году все же сделать переход через Павловку на Московском шоссе. Начнем с праздника недели. В этот четверг в России отмечали День государственного флага. За 19-летнюю историю российского флага с момента его утверждения в качестве официального символа государства случались и неприятные коллизии. Например, долго действовавший запрет вывешивать простым гражданам триколор на своих домах. Депутаты Госдумы отменили его лишь после скандальных случаев штрафов со стороны надзорных ведомств. Теперь же россияне могут проявлять свои патриотические чувства в любое время. В Рязани российский триколор развивается в основном над административными зданиями. В День российского флага мы решили спросить у горожан, знают ли они цвета национального стяга, а также в каком порядке они расположены. Знают ли вы цвета национального флага России? Красный, белый, синий. А в каком порядке они расположены? Это я не знаю. Три штуки. Белый, синий, красный. Ух ты, а в каком порядке они расположены? Вот если сверху вниз брать? Вот если сверху вниз. Ну или снизу вверх. Или снизу вверх. Вот знаете, сразу бег затруднюсь, может сказать, но по-моему так, белый, синий, красный все-таки. Белый, синий, красный. Да, знаю. Синий, красный и белый. А вот если расположить их в порядке, например, сверху вниз, в каком они идут? Ну, наверное, красный, синий и белый. Результат опроса, как видите, не очень утешителен. Однако не одним и такие. Согласно недавно опубликованной статистике, более трети россиян не знают, как правильно выглядит российский флаг. Флаг вообще, как символ государства, вещь очень уязвимая. Действительно, купи его в магазине, да и вытирай ноги, показывай пренебрежение к той или иной нелюбимой державе. И то, флаг тебе ни в личность за это не вмажет, ни в суд не пойдет, ни слова не скажет. Теперь в поганенькую моду может войти манера американских музыкантов одной из групп флаг в трусы запихивать. Все видели, что было на фестивале в Одессе, как восторженно встречалась кудаумную выходку штатовского гитариста тамшняя публика и как нежно сжимает паренек зритель пропущенный через американский зад оскверненный российский триколор. Смотришь и буквально передергивает. А вот еще наша символика, которая может украшать зад любого, кто готов купить такие вот трусы. И флаг запихивать в непотребное для этого место не надо. Здесь на нижнем белье вам и флаг, герб и национальные цвета. И все, как говорится, под штанами. На российских рынках все это продается запросто. Продолжает флаговую тему Оксана Тебенихина. Отпраздновав день российского флага, наши сограждане забудут о нем еще на год. А ведь первый государственный символ является святыней, за оскорбление которой в старые добрые времена даже казнили. Все вот эти вот символы, которые сейчас являются знаками нашего государства, они не появились просто так. Они к людям шли поколениями, создавая вот эти вот... вот каждый символ это памятник храбрости и славе собственного народа. Поэтому использовать его не так, как принято, это в первую очередь оскорбление. Когда-то считалось, что лучше умереть, чем оставить свой флаг врагу. Люди готовы были убить только за то, что кто-то неуважительно отнесся к флагу. Нередко из-за этого вот свои войны возникали. А как сейчас это вот... Это не просто тряпка. Это... Ну, флаг – это в первую очередь изображение твоего государства. Относясь к флагу, ты в первую очередь показываешь, как ты относишься к своей стране. Сегодня российский флаг стал коммерческим брендом. Его изображения размещают на визитках, футболках, бейсболках и даже на нижнем белье. Наказывали по-разному. Если мы говорим про армию, могли расстрелять, скажем так. Полк, который потерял собственное знамя, он терял свою честь и свою славу. Он уже превращался не в полк солдат, а в сборище трусов, которые не могут даже защитить себя. Русский триколор – это в первую очередь память наша. Это уголовное правонарушение. Начинать необходимо с того, что там-то и там-то есть административное правонарушение. Можно написать заявление вашему участковому, можно в отдел полиции по такому-то району, где на рынках торгуют вот тоже нижнее белье в виде флага Российской Федерации. Это недопустимо. И действительно, что же это за страна такая, где собственные герпы да флаг втаптывают в грязь? И когда же мы успели до такого докатиться? Стыдно, господа, стыдно. И еще, если раньше красный флаг никто никогда в стране великой не путал, да и то попробует только, то с триколором, то и дело выходит конфузой. Вспомним, несколько лет назад для рязанских школьников отпечатали и частично раздали дневники с ошибочным изображением государственного флага России. На дневнике рязанского школьника цвета флага были расположены в таком порядке – белый, красный, синий. Тогда как правильная гамма, как известно тем же школьникам, это белый, синий, красный. Тысячи экземпляров пошли тогда в корзину, а ведь это все народные деньги. А в этом июне московским выпускникам-медалистам дали награды с неправильным флагом. На первой в жизни медали отличников был выбит красно-белый-синий триколор. Об этом сообщило издание «Коммерсант», добавив, что пока непонятно, сколько же таких медалей было роздано, хотя жалобы в интернете фиксировались многочисленные. Вспоминая великого Аркадия Райкина, хочется, обращаясь к ответственным лицам, допустившим масштабный ляп с флагом, сказать словами его героя. Ну и дураки же вы все! К сожалению, часто бывает так, что с одной стороны у нас пытаются возрождать патриотические идеи, культивировать среди молодежи соответствующее воспитание, с другой – трусы из флага. Какие-то очень уж разные вещи в одном флаконе сречь в стране. Теперь позитивный патриотический пример. Поисковый отряд Рязанского управления службы судебных приставов принял участие в проекте вахта памяти. Совместно с другими участниками наши добровольцы вели поисковую работу в Калужской области, рассказывает Олеся Харлина. В деревню Заречье Ульяновского района Калужской области к поисковой экспедиции вахта памяти наш рязанский отряд отправился впервые. Четверо добровольцев, сотрудников специализированного отдела оперативного дежурства управления службы судебных приставов присоединились к 400 участникам поисков. Результат превзошел ожидания. Уже установлено, что в числе 50 найденных бойцов, которые еще и не опознаны, есть наш земляк – Савкин Василий Михайлович, 1913 года рождения. Уроженец деревни Большая Екатериновка Шацкого района Рязанской области. Он был мобилизован из Солнечногорского районного военкомата. Известно, что его мать Савкина Акулина Ивановна, 1869 года рождения, в сентябре 1945 выписалась из деревни и уехала в неизвестном направлении. Погибших офицеров Красной армии приходилось раскапывать с глубины 3-4 метра. Это значит, их засыпало прямо в окопах и блиндажах. Именно под Калугой шли одни из самых ожесточенных боев. Последние сотни километров до Москвы солдаты 61-й армии буквально вымастили своими телами. По словам рязанских поисковиков, даже там, где уже изучили каждый метр, до сих пор находят предметы и патроны времен Второй мировой. География участников поискового движения становится шире. В этом году в экспедицию приехали судебные приставы из 30 регионов Российской Федерации. А наши рязанские сотрудники успели отличиться не только на раскопках, но и на спортивном поприще. Они действующие спортсмены, активно участвуют в спортивной жизни управления и в комплексном единоборстве. Наш профессиональный вид спорта и в других видах соревнований. В частности, в Калужской области были соревнования в свободное от раскопок время. Проводили соревнования по волейболу, мы заняли там первое место. Вернуть имя хотя бы одному солдату, пропавшему без вести, великая честь для современников. А потому, как не помочь родственникам узнать о последнем месте боя их близких и по-человечески их захоронить. К другим темам. Наша телекомпания получила обещанный ранее официальный ответ Спасской прокуратуры по поводу проверок детских лагерей отдыха. Напомним, в начале этого месяца в редакцию программы «Время говорить» обратились родители ребят, отдыхавших в лагере «Озерный». Они заявили, что здесь имеют место сразу несколько фактов вирусных инфекционных заболеваний детей. По заявлению родителей, при участии нашей телекомпании, прокуратурой и Роспотребнадзором была инициирована совместная проверка как «Озерного», так и других детских лагерей в Спасском районе. Как сказано в документе, в каждом детском учреждении выявлялись те или иные отступления от требований санитарных норм. Например, возбуждено три административных производства, выдано три предписания по фактам нарушений в оздоровительном комплексе «Звездный» и детский оздоровительный спорткомплекс «Озерный» получил шесть административных производств и три предписания. Столько же спорткомплекс «Лучезарный» и детский лагерь «Лазурный». По поводу информации о массовом инфекционном заболевании в «Озерном» сведения не подтвердились, но это по предварительным данным. В настоящее время выявлено три факта заболевания детей, которые отдыхали здесь ранее. Взаимосвязь заболевания с периодом нахождения детей в «Озерном» проверяется. На этой неделе на сайт нашей телекомпании вновь поступили вопросы от зрителей, которые интересовались судьбой почившего в Бозе Рязанского трамвая. Точнее, оставшихся от него грустных следов в виде рельсов, ведущих в никуда. Любовался, в кавычках, останками трамвайных путей Глеб Галушкин. Рязанский трамвай решением городских властей был остановлен более трех лет назад. Тогда депутаты и чиновники мотивировали такое решение убыточностью данного вида транспорта, низким пассажиропотоком, а также износом рельсов. И потому народные избранники в результате бурных дебатов все-таки порешили вовсе остановить трамвайное движение. А улицу Черновицкую пообещали горожанам за счет демонтажа рельсов превратить в широкий современный проспект. И поначалу этот план активно выполнялся. В сентябре 2010 года сразу несколько бригад рабочих приступили к разбору шпал, снятию проводов и трамвайных светофоров. Однако полностью работы так до сих пор не завершены. Куски железнодорожного полотна остались, причем в самых неудобных местах. Выглядит ситуация так, будто рабочие трамвайного депо и рязанские дорожники не смогли договориться между собой, кто будет убирать рельсы на проезжей части. Дескать, асфальтовая дорога находится в видении муниципалитета. Вот пусть за счет города и расчищают. Из-за подобной рассогласованности, например, на перекрестке улиц Черновицкой и Островского, автомобилисты вынуждены терпеть неудобства не только из-за рельсов, но также из-за плохого асфальта. Похоже, что в очередной раз у городских властей не хватает то ли средств, то ли желания привести свое решение к окончательному и положительному для горожан результату и убрать так надоевшие всем рельсы с проезжей части. Кстати, через несколько дней после выхода данного сюжета в эфир на встрече с прессой глава регионального министерства транспорта Шаукат Ахметов сообщил журналистам и горожанам, что рельсы будут убраны в течение ближайших двух-трех недель, как, кстати, было обещано ранее. Будем надеяться, что сейчас дорожные начальники сдержат свое обещание. Некоторая трамвайная статистика. В начале века от своих трамваев избавились сразу несколько российских городов. Шахты и Архангельск, Иваново и Астрахань, Воронеж, Рязань, Ногинск. Не нужно, казалось, в современной России самый экологичный вид транспорта. Между тем, Европа опять возвращается к трамваю. Ходят они по центру Милана, Франкфурта, на Майне, Рима, Женевы. А в Париже, где трамвай появился в середине 19 века, от него уже пытались отказаться в 30-х годах 20-го столетия. А вот в 1992-м запустили вновь. В 2006-м трамвай полностью вернулся в центр французской столицы. Разумеется, его вагоны уже не выглядят жестяными сарайшками, а имеют почти космический дизайн. Так что быть впереди Европы всей у нас опять не получилось. Даже рельсы сломать и то, как следует, не сумели. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить далее в нашем эфире. Будет сделано. Рязанское начальство пообещало к Новому году все же сделать переход через Павловку на Московском шоссе. А формы нет как нет. Родители школьников отзывают авансы, выплаченные рязанской фирме за поставленные формы из Киргизии. «Моя литература никогда не была направлена на разрушение страны». В Рязани прошла встреча с писателем, драматургом и публицистом Юрием Поляковым. Продолжаем программу. Среди визитов недели прибытие в Рязань лидера партии «Коммунист России» Максима Сурайкина. Он, как в былые времена Ильич Петрограде, ступил на нашу землю с подножки вагона на станции «Рязань-1». Своего лидера встречали активисты регионального отделения партии. В прессе Сурайкин сообщил, что, являясь лидером партии, объезжает регионы, участвуя в митингах и встречах. Также он заявил, что желающих прийти на них немало, потому что, по мнению Максима Сурайкина, политика других коммунистов разочаровала их сторонников. Нам надоело, что практически все партии отстаивают интерес только на словах. Вы знаете, на днях, например, руководителю фракции КПРФ от «Единой России» и от руководства города были урочены награды. Это явно показывает, что вся их борьба только на словах. В этот четверг в Горьковской библиотеке «Рязани» прошла встреча с писателем, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Талантливейший, смеем заметить, автор, отличный стилист, умный и, главное, нескучный прозаик и драматург. Таков он, Юрий Поляков. Писатель подарил библиотеке книгу под названием «Три века литературной газеты». Но важнее было общение с мастером, чьи книги в советские времена, если и печатали, то с таким скрипом, что куда там знаменитым башмакам грузчиков из песенки про Костю Моряка. Вот что писал он сам о том времени. «Да, мне было тяжело, мне было обидно, но не настолько, чтобы обидеться за это на всю страну с ее тысячелетней историей. Моя литература никогда не была направлена на разрушение страны. Видимо, умные люди, которые были у власти в самые лютые времена, это понимали. И я обретал союзников, которые не давали режиму слишком уж сильно меня тискать». Творческий отчет Олеси Харлиной о встрече с Юрием Поляковым продолжает программу. Где они? Современные Зощенко и Прутковы. Практически с этого начал свое выступление перед читателями известный публицист Юрий Поляков. Что случилось с доверием к печатному слову и куда делся профессиональный разговор на страницах книг и газет? Типология смешного, конечно, изменилась, но современности обязана в любое время находить актуальных авторов. «Моя публицистика, она действительно достаточно такая жесткая, злободневная, но и достаточно назвать название моих книг публицистики от «Империи лжи» к «Республике вранья», «Парнократия», «Россия в откате». И вот сейчас выходит новая книжка, она называется «Лезгинка на лобном месте». Если раньше, вспоминает Юрий Поляков, у писателя была проблема высказаться, когда даже за невинные статьи о комсомоле сразу вызывали на ковер в ЦК, то сегодня другая проблема – быть услышанным. Прежде всего властью, которая забыла, что именно литература и автор в частности – тончайший социальный сейсмограф, а политолог – только ухо, приложенное к земле. Но когда земля уже дрожит, значит все. Критика из объективного оценщика превращается в обманщика. То, что современные люди во власти разучились читать художественную литературу во всех смыслах – и в смысле наслаждения словом, и в смысле поисков этих политических предвестий – это очень грустно. Критики выделяют Полякова как лидера в жанре гротескного реализма, в исторической ретроспективе характерного для столкновения эпох. Аллегории и метафоры – сатирическая картина жизни российской творческой интеллигенции. И при этом, будь то роман или пьеса, он никогда не перестает быть публицистом. А значит, говорит читателям, как есть. Он просто пишет о нашей современной жизни, та, которая нас окружала раньше, может быть, ностальгия по той жизни, о тех трудностях, о тех, может быть, радостях жизни, которые были у нас. Все находишь в его книгах, все просто, доступно, понятно. Жаль, что сегодня на самую популярную рубрику времен Чайковского «Если бы директором был я», отвечают либо пенсионеры, либо шизофреники, говорит писатель. Разучился народ думать и предлагать. Значит, нужно добиваться диалога лучше, писать актуальнее и искать новых сатириков. К другим темам. На этой неделе дал искру возможный скандальчик с обеспечением школьной формы рязанских учеников. И возгорится ли из этой искры пламя, пока не ясно. Дело в том, что многие родители внесли частичную предоплату за приобретение формы у рязанской фирмы детской и подростковой одежды «Школьная форма». Торговый зал ее расположен в центре «Маяк». И вышел неприятный казус. Недавно в рязанских средствах массовой информации появились сообщения о том, что ученики сразу нескольких школ останутся без школьной формы ко дню знаний. Руководство магазина, в котором родители детей произвели заказ, постоянно переносило сроки поставки и сейчас ссылается на загруженность текстильного предприятия в Киргизском Бишкеке. А вот как данную ситуацию прокомментировала директор магазина «Школьной формы» Татьяна Агапова. Почему к первому сентября девочкам в основном не успели шить форму? Почему они... Девочкам в основном. А девочкам конкретная фирма не отшила форму. Она не успела, потому что не успела выполнить все заказы, которые взяла. А вот сама эта фирма, она российская или какая-то другая? Потому что есть информация, что шили вроде как в Бишкеке. Правильная информация. А вот почему форму шили в Бишкеке, а не на наших фабриках? В нашей фабрике, если это уже отшить, этот же костюм, он будет стоить ровно в полтора раза дороже. Вот зачем же это нужно? По словам родителей пострадавших учеников, деньги за форму они отдали еще несколько месяцев назад. Нам обещали, что форма будет 20 августа. 19 августа весь наш класс и другие классы нашей школы, которые тоже заказали в этой компании, получили смс по тому, что школьная форма для девочек придет в конце сентября. Да, простите, ради пункта. Телефон, телефонный разговор с этой компанией свелись к тому, что нам сказали, либо мы делаем вам небольшую скидочку в 500 рублей, либо же мы вернем вам деньги. Больше от нас нет требований. Закончилось это тем, что на общем собрании родителей девочек первоклассников нашей школы мы решили отказаться от услуги этой компании. Теперь, по нашим данным, родители первоклассниц забирают выплаченные ранее 500-рублевые авансы и собираются заказывать школьную форму в другой фирме. Надо добавить, что на апрельском заседании круглого стола в региональном министерстве образования представители Минэкономразвития выдвинули инициативу выпускать школьную форму для юных рязанцев на местных швейных предприятиях. Дескать, и обойдется дешевле, спросите есть кого. А вот теперь, по словам предпринимательницы, из Бешкека возить и то выгоднее, дешевле. Так кто ж тут прав, целое министерство или директор отдельно взятой фирмы? Вопрос. Продолжаем программу. На этой неделе рязанский губернатор Олег Ковалев совершил рабочую поездку по Рязани. Его сопровождали министр транспорта Шоукат Ахметов и мэр города Виталий Артемов. Во время начальственного объезда наконец-то прояснилась судьба несчастного перехода через речушку Павловку в районе Дамбы на Московском шоссе. Пешеходный мост через реку Павловку на Московском шоссе рязанское начальство клятвенно обещало построить еще прошлой весной. Однако и сейчас горожане вынуждены ходить по проезжей части на свой страх и риск. На мосту по-прежнему нет даже элементарных поручней. Высота, между тем, более пяти метров. Теперь стало известно о намерении все-таки построить отдельный пешеходный мостик через реку Павловку. По проекту, представленному разработчиками, длина моста составит 60 метров, а ширина 5 метров. Место будущего строительства посетил и губернатор Олег Ковалев. Он сразу раскритиковал нынешний проект моста. Опять попытка построить так, как можно дешевле. Не так, как должно быть, чтобы была и красота, и эстетика, и удобство, а вот как дешевле. Поэтому, я думаю, они учтут мои замечания как опытного строителя и сделают хороший мостик, по которому можно пройти на каблуках и просто пройти. Наверняка теперь, после строгого слова руководителя региона, разработчики свой проект доведут до ума и сдадут мост к Новому году. Хотя очень и очень не мешало бы прямо сейчас хотя бы ограждение поставить и укрепить хлипенький мостик через Павловку. Также во время губернаторского объезда Рязани журналистам был представлен проект давно ожидаемого гражданами надземного пешеходного перехода через Московское шоссе напротив торгового центра «Премьер». Во время инспекционной поездки губернатор посетил и его, где принял участие в акции «Покупай Рязанское». Олег Ковалев подтвердил намерение властей оказывать поддержку местным товаропроизводителям. Еще одна легенда северного обхода, которая, возможно, обретет жизнь. Транспортный министр Шовкат Ахметов сообщил на этой неделе, что действительно руководитель региона Олег Ковалев поручил его ведомству разработать схему организации движения грузовых автомобилей, чтобы они вообще не заходили в центр столицы области. А если и проезжали по улицам Рязани, то исключительно по пропускам. Но это, разумеется, давняя мечта горожан. Так вот, министр высказался в том плане, что его команда предпринимает все попытки создать максимально удобные условия для рязанцев. «Получится?» – вопросил сам себя Шовкат Ахметов. И сам же ответил «Я думаю, что получится». Но пока руководители заняты решением стратегических вопросов, оперативным службам приходится решать ежедневно и тактически. Рязанские дорожные инспекторы провели очередной рейд по грузовикам. Подробности у Оксаны Себенихиной. Очередной рейд блюстителей дорожного правопорядка. В очередной раз они вышли на большую дорогу с целью выявить и выписать протокол водителям больших грузовых автомобилей. Как оказалось, Окское шоссе давненько стало излюбленным путем для грузовичков. А ведь в начале улицы расположен знак, запрещающий их там перемещение. Администрации города Рязани было принято решение о введении ограничений движения грузового транспорта на некоторых магистральных и центральных улицах города. Путем установки дорожных знаков 3-4 движения грузового транспорта запрещено. Однако не все водители добросовестно выполняют требования данных дорожных знаков. У каждого водителя есть свое оправдание в знак несогласия с запрещающей жестянкой. Кому-то так удобнее и быстрее. А кто-то утверждает, что у него есть устное разрешение на нарушение именно этого знака. Я работаю на строительстве моста. Нам сказали, что разрешено здесь ездить. И я все лет езжу здесь. Рейды по большегрузам проходят регулярно и всюду. И каждый раз водители находят себе оправдание. А неумолимые сотрудники госавтоинспекции быстренько их притчи переписывают в протокол о правонарушении. На сегодня все. Впереди последняя неделя лета. Так что не стоит упускать тепло августа и его прощальный поклон перед осенней сменой. Хорошего всем отдыха, теплых дней и вечеров. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова